Всем привет, меня зовут Ник, я админ сайта NikStudio Edition, и сегодня я расскажу о программе BlueTitler. Это обзорное видео, в котором я покажу и расскажу, как пользоваться программой BlueTitler и вообще об этой программе. Итак, я в принципе оформил себя на сайте статью о том, где можно найти эту программу и скачать, естественно. Вот, итак, перейдем к собственно самой программе BlueTitler. Программа BlueTitler это программа о создании 3D титров и красивых 3D анимированных объектов. Ну, в общем, конечно, это программа о создании титров, потому что и в названии BlueTitler есть титр, то есть титры. Эту программу сделали голландцы, это в принципе видно по... Это в принципе видно по ее логотипу, кто эту программу сделал. Вот, но все равно голландцы не голландцы, но сделали они хорошую программу, которая позволяет очень быстро создать красивые титры. В принципе, если вы просто открыли эту программу и не знаете, как ей пользоваться, то многие люди, чтобы создать титры, они просто выбрали, нажимали файл, открывали, и просто из предложенных пресетов они выбирали себе подходящий пресетик, который помогал им создать титры. Что эта программа умеет? Создадим новый файл, NewShow. Вот у нас создался NewShow. Во-первых, здесь практически всегда 3D титры, то есть сразу уже готовые 3D титры, которые мы можем изменять в 3D проекции. Это окно превью и в принципе показа окно и естественно самого экспорта титров. Допустим, мы хотим создать какие-нибудь титры. Это окошко как раз у нас настраивает наши титры. Здесь также есть элементы управления титрами самой программы и элементы управления самих титров. Вот в этом окне мы пишем титры. Допустим, мы пишем, как обычно я напишу, NYX Studio. Ой, блин. NYX Studio Edition. Вот. Мы создали, допустим, титры. В этих нижних положениях мы можем выбрать, как у нас титры будут располагаться. То есть слева, справа, по центру. Ну и осознать Justify. Вот так вот, допустим. Теперь, собственно, настройки самих титров. Это вот это центральное, полуцентральное окно, которое имеет свои эффекты. Допустим, есть Text Position. И с помощью вот этих бегунков мы можем изменять позицию текста. Rotation у нас крутит текст. Вот мы видим то, что они 3D полностью. Ну, Font Size, также это размер, там букв. Здесь можно очень легко создать вот, кстати, эффект печатной машинки. Теперь мы переходим в окно слоев. Вот они у нас. То есть это сама камера. Здесь мы тоже также можем изменять позицию и ротацию камеры. Тоже можно делать красивый эффект. Ambient Light, то есть цвет бэкграунда и цвет заднего фона. Потом Point Light, то есть это точка вот этого цвета. Также можно изменять позицию и насыщенность цвета. Ну, текст это наша новая текстовая составляющая, то есть сами титры. Здесь мы можем изменять, кстати, скорость. Скорость этого слоя. Можем также добавлять новые слои. Можем, в принципе, через окно Layer добавлять. Добавляем плазму какую-нибудь. Выбираем плазму, допустим, там Lines. Окей, нажимаем. И мы видим то, что на бэкграунде у нас добавилась плазма. Также, чтобы удалить этот слой, мы просто нажимаем вот это вот A. Всё, мы удаляем. Ну, также здесь можно всё добавить с помощью вот этих вот панелек. То есть здесь вот есть... Добавить можно текст. Потом добавить картиночку. Также нажимаем, выбираем картинку, фон. Амстердам, их любимый. И также он добавляется. Потом можем добавить также плазму, которую я сейчас показывал. Либо Particle Layer. Ну, Particle это частицы маленькие, которые можно добавить или привязать к нашему тексту. Допустим, нажимаем частицы, выбираем какой-нибудь Mist. Нажимаем ОК. То есть это туман. Вот такой он будет. Ну, и при проигрывании мы будем видеть то, что это туман. Ну, такое тоже забавное. Забавная вещь. Ну, в принципе, здесь много чего есть. Допустим, снег. Кстати, вот эти все эти частицы, они также легко настраиваются. Вот у них есть здесь свои эффекты. То есть здесь также можно Size настроить. Вот большой, допустим, снег даже. Не снег, а просто какое-то мясо текет. Если подумать и посидеть с этой программой, то можно получить довольно-таки хорошие титры. Итак, мы можем также клонировать слой. То есть двойной текст сделать. Вот мы видим, что два текста получилось. Ну, или удалять слоя. Вот, также у нашего текстового слоя можем поменять шрифт. Для этого нажимаем Change Font. И здесь мы меняем шрифты. Ну, ставим какой-нибудь нам понравившийся. Нажимаем ОК. Также вот видим, что шрифт поменялся. Вот, можем поменять текстуру цвета. То есть мы можем выбрать, допустим, какую-нибудь вот такую текстуру. И у нас будет текстурированный шрифт. Фон вот это как раз тоже. Очень хорошее решение. Для того, чтобы создать титры. Допустим, мы решили создать какой-нибудь, какие-нибудь простые титры. Допустим, я создам тот же самый Lost, только здесь. Вот, потому что я недавно делал, поэтому делал обучалку. И вот как раз создам Lost одноименный. Только, наверное, более похожий. Lost, ОК. И нам надо создать вот как он был в том. Где, кстати, вот наш таймлайн. Здесь мы можем создавать ключи. Вот, кстати, здесь всё создаётся. Ключи проигрываются. Здесь всё. Вот, здесь задаётся время. Вот, допустим, задаём время там сколько? Секунд 10, допустим. Если мы Stretch растягиваем, то наши ключи, которые здесь созданы, они у нас тоже растянутся. То есть они будут чисто по 10 секунд. Если мы Extend Clip, то мы просто его расширим. У нас пока что нет ключей, поэтому, естественно, и менять-то нечего. Вот наш первый ключик, и мы его увидим. Вот он. Они здесь создаются в виде таких вот чёрточек, линий. Вот, для этого, ладно, для этого мы отодвигаем там наш Lost, по-моему. Вот, сейчас я немножко настрою наш слой. Ну, допустим, вот Position, потом убираем Rotation также. Кстати, можно менять Rotation методом мышки также. Вот, правой и левой кнопкой мышки. Если мы зажимаем, то мы можем также менять. Вот, но мне лично удобно, конечно, всё-таки бегунками работать с этим. Итак, вот, допустим, такой вот Lost. Мы также отодвигаем, допустим, наш ключик на 10 секунд. И здесь же мы создаём ключ. Ну, также, если мы что-нибудь изменим, то у нас ключ автоматически создаться. Если мы не хотим, чтобы так было, то мы просто нажимаем Create Key. То есть создаём ключик также. Ну, здесь работает по принципу, как и многие другие монтажные программы. Такие, как Vegas, там, After Effects, Premiere. Здесь также всё практически. Я имею в виду про создание ключей. Вот, мы создали ключик, его выделили. Он у нас становится синим, а не чёрным. Вот, и ставим такое же положение. Допустим, Rotation у нас будет вот такое. И, естественно, Text Position у нас будет вот так вот. Точнее, даже в букву О там попробуем были. Ну, в любом случае, я сейчас не особо помню, как там именно. Если мы всё проиграем, то у нас будет вот, примерно так. Та-да-да-да-дан. Та-да-да-да-да-дан. Та-да-да-да-да-дан. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, как-то вот так вот. В принципе, здесь можно любые титры создать. Это вот простые 3D-титры. Здесь также очень легко создаётся. Если вы не хотите париться сами с при создании этих эффектов, то просто так же выбирайте из представленных здесь уже пресетов. Допустим, Blued какой-нибудь. Нет. Добирайте какой-нибудь свой. Вот, допустим, вот Blued Titler. Blued Titler. Вот. И, в принципе, можно здесь уже самому что-нибудь поменять. Также, допустим, меняем текст какой-нибудь вот так же. Можем поменять любой текст, там, изменить его позицию, ну и так далее. В любом случае, если вы хотите, вы сами его освоите. Ну, если нет такого желания или просто нет времени, то я скоро напишу видеообучалки, поэтому по этой программе несколько, по крайней мере, видеообучалок о создании каких-то вот своих титров. Таким образом, можно создавать свои какие-нибудь красивые титры, использовать пресеты, либо самому все-таки разбираться. Да, и забыл сказать, если вот, допустим, мы создали какие-нибудь титры, мы это, естественно, хотим сохранить. Для этого нажимаем File. Вот. И здесь мы нажимаем Export as Movie. То есть экспортировать как картинку или как фильм. Но в моем случае, как фильм, допустим, нажимаем Export as Movie. Здесь мы выбираем Compress AV, то есть сжатый AV. Если мы выбираем Uncompress, то это будет жестко, потому что Uncompress это 10 секунд, это, по-моему, где-то около гигабайта будет. Вот. После этого нажимаем ОК. Нам предлагают сохранить куда-нибудь. И он у нас просто сохраняет. Потом, допустим, мы находим наши экспортированные титры. Вот. И просто вставляем, допустим, Sony Vegas тот же. Вот. И все. У нас, в принципе, титры экспортировались. Вот мы их видим спокойненько. Таким образом, можно создавать свои какие-нибудь красивые титры. Вот так вот программу BlueTitler. Так что пользуйтесь, скачивайте. Вот. Вы можете найти информацию у меня на сайте. Заходите, смотрите, спрашивайте. Если что-то непонятно, задавайте вопросы. Я отвечу. Итак, с вами был я, административник студии Edition. Всем удачи и всем пока.